Эварист Гомлен, художник, ученик Давида, член секции Нового моста, прежде секции Генриха IV, ранним утром отправился в бывшую церковь Варновитов, которая в течение трех лет, с 21 мая 1790 года, служила местом общих собраний секции. Церковь эта находилась на тесной и мрачной площади, близ решетки суда. На фасаде, составленном из двух классических орденов, украшенном опрокинутыми консолями и артиллерийскими ракетами, пострадавшим от времени, потерпевшим от людей, религиозные эмблемы были сбиты, и на их месте над главным входом черными буквами вывели республиканский девиз «Свобода, равенство, братство или смерть». Эварист Гомлен вошел внутрь. Своды, некогда внимавшие богослужением клириков конгрегации святого Павла, облаченных в стихари, теперь глядели на патриотов в красных колпаках, сходившихся суда для выборов муниципальных чиновников и для обсуждения дел секции. Святых вытащили из ниш и заменили бюстами Брута, Жан-Жака и Лепельтье. На разоренном алтаре высилась доска с декларацией прав человека. Здесь-то дважды в неделю от пяти до одиннадцати вечера и происходили публичные собрания. Кафедра, декорированная национальными флагами, служила оратором-трибуной. Против нее направо соорудили из неотесанных досок помост для женщин и детей, являвшихся в довольно большом числе на эти собрания. В это утро за столом у самого подножия кафедры сидел в красном колпаке и карманьоле столяр с Тионвильской площади гражданин Дюпон-Старший, один из двенадцати членов наблюдательного комитета. На столе стояли бутылка, стаканы, чернильница и лежала тетрадка с текстом петиции, предлагавшей конвенту изъятие из его лона двадцати двух недостойных членов. Иварист Гомлен взял перо и подписал. «Я был уверен, — сказал комитетчик, — что ты присоединишь свою подпись, гражданин Гомлен. Ты настоящий патриот, но в секции мало пыла, ей не хватает доблести. Я предложил наблюдательному комитету не выдавать свидетельства о гражданской благонадежности тем, кто не подпишет петиции. — Я готов своей кровью подписать приговор предателям-федералистам, — сказал Гомлен. Они хотели смерти Марата, пусть погибнут сами. — Равнодушие, вот что нас губит, — ответил Дюпон-старший. В секции, насчитывающей девятьсот полноправных членов, не наберется и полсотни посещающих собрания. Вчера нас было двадцать восемь человек. Что случилось? Что случилось?